Представляю вам соперника в синем углу, боец из города Ростов-на-Дону, ему 23 года, рост 172 сантиметра, вес 66 килограммов, 550 граммов, представляет бойцовский клуб Орлов Тим, профессиональный рекорд 9 боёв, 6 побед, 3 поражения, Валерий Пак. В красном углу, боец из города Омск, ему 23 года, рост 176 сантиметров, вес 68 килограммов, 600 граммов, представляет бойцовский клуб Александр Невский, профессиональный рекорд, 6 боёв, 4 победы, 2 поражения, Дмитрий Михайлидин. Рефери, Вячеслав Киселёв. Красный угол, синий угол, на середину. Итак, джентльмены, правила помним, не нарушаем, работаем 3 раунда по 5 минут, внимательно слушаем меня, уважаем друг друга, ведём чистый бой. Руки пожали, по местам. Дальше, дальше. Послушные списки, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах, ровесники, поопытнее Валерий Пак, на 4 сантиметра внутри Михайлида выше. Ну и что, я подозреваю, что, точнее не исключаю, что может очень много времени пройти в партере. Да, коллега, как ты говорил, вязке может выдаться этот поединок, и тот и другой очень любит часто переводить в партер своих соперников. Ну, можно вспомнить и поединки, собственно, Михайлиди с Аравилем Коробовым. И, соответственно, бой Пака против Александра Трескина, как-то чистого ударника Трескина именно Валерий Пак переборол. Джеб на джеб, так. Сработали оба бойца. Отлично там зарядился Михайлидин, но пошел в ответ и Пак. Начинают традиционно в стойке, но, друзья мои, вот не исключаю, что... А, кстати, не стали брать такую большую паузу бойцы, сразу начали так с размена. Ну, я думаю, что оба мотивированы. Михайлиди хочет ярко себя проявить в очередной раз на турнире Арси Си. Соответственно, на Паку нужно закрывать поражение от Романа Подругина. Так, но пока не могут зацепиться друг за друга, ребята. Перко от Михайлиди не точно. Ну, смотри, вроде бы начали бодро раунд спортсмены, но сейчас только взяли опять паузу. Да, мы посмотрели несколько разменов и... Хорошо, справа попадает Пак сейчас. И вот, пожалуйста, вот... Первая попытка тейкдауна. Первая попытка тейкдауна, о чем мы и говорили. Колено в корпус от Валерия Пака. Поставил соперника к сетке, контролирует здесь. Надо. Зацепил левую ногу. Михайлиди пытается развернуться. Удалось. И там правая еще попала левая на выходе. Да. Показал Дмитрий, что не так просто его будет перевести в партер. Ну, кстати, вы знаете, бывают ситуации, когда два базовых борца... А вот уже попытка от Михайлиди... И удаётся практически тейкдауна Дмитрию Михайлиди. Удастся ли сейчас тут Михайлиди зафиксировать сверху своего соперника? Умеет он это делать? Михайлиди достаточно выносливый боец. И что? Ну, нет, наверное, всё-таки это не попытка развернута, но удушающая, хотя... Но при этом в Малке оказывается практически... Мастит, пытается мастить Валерий Пак. Прекрасно понимает, чем может ему грозить позиция снизу, когда соперник в баунте. Ну и что? Слева коротко попадает Михайлиди. Михайлиди, нужно работать здесь. Оттягивайся и бей. Попытка смастить ещё раз, но при этом отдавал в спину Пак. Было опасно, но смог подняться. Снова стойка. Небольшую такую паузу взяли бойцы. Я так подозреваю, что всё равно, к сравнению нахождения в стойке, каждый в уме держит вариант Спартера. Ну и при этом мы видим, что так оба заряжаются. Вы видели, как право и направо... Такие есть, тейкдаун почти был, но вторым тэпом можно сказать, что есть тейкдаун у Михайлиди, а там просто шею. Оттяни, оттяни, оттяни. Но это не гириотина. Ни в коем случае. Я думаю, что сейчас достанет шею Михайлиди, скорее всего. Подсказывает Дмитрию Михайлиди. Голову вытаскивает. А где удар левой рукой? Пока нет. Пытается улучшить позицию Михайлиди. А вот и удар, но уже справа. Локоть. Не застегивает пока гард Валерий Пак. Возможно, готовит свип или мост. Ну, свип, скорее всего, в такой позиции. Попытка выбраться через креветку не удается. Работает сверху Дмитрий Михайлиди. Вот, застегивает, наконец-то, гард Валерий Пак. Ну и здесь варианты для Михайлиди. Попадает он слева сбоку. Оттягивает свип, подсказывает Дмитрию Михайлиди. Что он и делает, два раза хорошо заряжается слева. Тем временем у нас последние минуты первого раунда. И, в принципе, Михайлиди здесь в неплохой позиции, если удастся ему соперника доконтролировать. И при этом проявлять активность достаточно. О, хорошо справа, плотно, очень тяжело. И еще один локоточек от Валерия Михайлиди. От Дмитрия Михайлиди. Валерий Пак у нас пока находится снизу в партере. И вынужден принимать вот эти тяжелые удары на себя. Не может выбраться. Не может выбраться. А времени остается все меньше и меньше до конца. Опять попытка выбраться через креветку не... Но, при этом, смотри, коротко там отработал слева Михайлиди. Сам поднимается. Я так думаю, что, возможно, попытается в предподъеме что-то сделать. Или залететь с ударом в партер. Внимательно. Вячеслав Киселев поднимает Валерия Пака. На месте рука у Михайлиди. И вертушкой не достает Валерий Пак. Ну что ж, идем второй раунд. По местам, по местам. Второй раунд. Готовы? Бой! Второй раунд. Ну и, скорее всего, если кому и нужно менять что-то в этом поединке, то, наверное, Валерию Паку. Хайки, кстати, прошел сейчас у Пака. Туда за руку даже. В концовке первого раунда очень остро работал ногами. Опять правой на правую. И сразу Михайлиди попытка перевода. Здесь вроде бы накрыл его Пак, но... Ох, как там шею было. Да, там попытался выйти на гильотину Валерий Пак. Но это очень опасная такая ситуация для человека, который делает прием. Нужно быть на 100% уверенным в том, что ты его сделаешь. Иначе можно привести себе соперника в партер сверху. Что, собственно говоря, пока и происходит. Освобождая там потихоньку голову, мне кажется, Дмитрий Михайлиди. Вытащи голову, вытащи голову, конечно же, это подсказывает представитель клуба Александр Невский. Ну, там одна рука, там одной рукой придерживает, кстати говоря, Пак Михайлиди. Все, вытащил голову Дмитрию. Ну и сейчас у него времени еще больше, чем в первом раунде. И сейчас начнется такая работа, именно такой некий, может быть, даже граунд-он-паунд. Так, по сетке решил было встать Валерий Пак, но не получилось. Михайлиди вернул его на спину. Ну и сейчас Дмитрию нужно, да, работать, работать, работать. Локти, 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 локти. Локти подсказывают. Вот сразу начал работать Пак локтями. Да, ну там уже успел ответить таким боковым. Справа Дмитрий Михайлиди. Не давать ему только работать, не увлекайся. Держи и работай снизу. Работай снизу, подсказывает Валерию Паку. Активнее работаем. А Риффери призывает к активности. А вот только что застегнул Гард. Может быть, рассчитывал на какой-то свип. Что пытается задушить соперника сверху. Активнее работаем, потому в стойку. Активнее, а то подниму стойку. И тут локоть пробивает Михайлиди. Было поднялся Пак, но смотрите, забирает ногу здесь Дмитрий. И да, попытается сейчас провести тейкдау. Валерий Пак сразу начал работать там ударами. Да, и ставит ноги пошире. Чтобы обезопасить себя от тейкдауна. Но Пак вцепился. И все-таки настроен на тейкдаун. Михайлиди снова переводит здесь в парк. Пытается встать по сетке Валерий Пак. Удастся ли ему это сделать? В общем, вопрос. И пытается заблокировать ноги, соответственно, Михайлиди. И стащить Пака туда вниз. Ноги забери, скорее всего это подсказывает Дмитрию. Пытается, пытается встать Пак. Через правое колено. Ему это удается практически сделать. Но отдал корпус и просок от Михайлиди. И там Пак, мне казалось, пытался сделать подножку. Но не удалось. За спиной тут оказался Михайлиди. Да, Михайлиди пока гораздо активнее. Но и большую часть времени все равно Паку приходится защищаться. Он постоянно, вот это давление от его соперника. И внимание, и постоянные переводы. Несмотря на то, что поднимается время от времени Валерий Пак. Вспомни, бой с Равилем Корбом. Да, абсолютно верно. Опять клинч у сетки. Где-то рисунок даже похожий. Ну, что нужно тазом уходить? Куда нужно тазом уходить? Нет, на две ноги встань. Вот сейчас. Подсказывает здесь Валерию Паку, как ему выйти из этой ситуации. Но пока ничего не дает сделать Дмитрий Михайлиди. Очень плотно зафиксировал тут руками корпус соперника. Но Михайлиди себе не изменяет. В принципе, это тот самый Дмитрий, которого мы привыкли видеть. Хорошо. В этой же манере. Разворачивает пак соперника к сетке. И не отошел. Секундный манер. Отошел. А, попытка тейкдауна. Мы могут забирать там. Мы могут забили. Ну, уверен, уверен в себе просто Дмитрий. Уверен в своей физике, я так понимаю. В своем постоянном своем давлении. Да, поэтому туда постоянно бросается. Но при этом сверху ударов наносит не очень много. И часто немного так залеживает, наверное, здесь своего соперника Дмитрий Михайлиди. Ну, борьба. Борьба его стихия. На руку смотри. На руку надо. Так, что? Неужели треугольник со стороны Папа будет? Да. Вот так вот. Есть треугольник. Да сколько плоти. Ну, это шанс для Валерия. Это шанс. А времени очень мало. И пока... Додержится, додерпит Дмитрий. Тут больше вопрос, насколько опасен. Да, рычаг локтя все-таки. Левую ногу зажми. Что задушить, наверное, за такой короткий отрезок будет очень сложно. Но вот здесь вот рычаг локтя. Держится, держится, терпит Дмитрий Михайлиди. Понял, да. Да, мы увидим, друзья, третий раунд. Красный угол. Потом Папдюш. Покидаем, покидаем, покидаем клетку. Вячеслав Киселев струк, но справедлив. Да, абсолютно верно. И предыдущий раунд мне показалось, что Дмитрий Михайлиди смотрелся поинтереснее. Но в концовке там был шанс у Валерия. И, вы знаете, секунданты очень тяжело увели Дмитрия Михайлиди в его угол. Мне кажется, вот сейчас по функциональной выносливости у Валерия Пака есть шанс. Да, если ему хватит вот этой выносливости переломить ход поединка. А вот сейчас у Валерия Пака есть шанс вообще положить на обе лопатки Дмитрия Михайлиди, если удастся, конечно. Давай, иди, не залипай, не залипай. Не залипай, подсказывает Михайлиди, а он именно, что залипает. Потому что он очень много сил потратил в предыдущем раунде. Да, и в первом так же, потому что именно он всегда является таким инициатором атаки. И ты говорил, что он не боится как раз-таки идти вперед и потерять очень много сил. Но, видимо, сил пришлось все-таки потратить много. Вставай, вставай! Ну да, такое ощущение, что Михайлиди не то чтобы закончился, но... Забегай вправо! Ну, заканчивай акцент. Но практически секундантам пришлось перейти к клетку для того, чтобы забрать его и везти отдохнуть. Так, сможет ли воспользоваться этой ситуацией Валерий Пак? Дима, выйди оттуда! Выйди, вставай! Да, показывают тренера. Пока нет сил встать у Дмитрия Михайлиди. Нет пока сил. И шанс для Валерия Пака. Сможет ли Валерий как-то эту ситуацию обратить в свою пользу? И чем он пытается взять или выйти? Или выйти на прием ему или с гранат Пак? Пытается что-то сделать там, Михайлиди. Пытается выйти там. Но прием, по крайней мере, пытается немножко уйти от тех ударов. И приверет себя сверху. Соперника сам. Вот здесь очень важно для Михайлиди сейчас показывать активность, потому что в противном случае... А вот так вот ногу здесь забрасывает. На руку опять, видимо, пытается сделать рычаг. Да, на полевой Валерий Пак. Скорее всего, вот так вот необычно, но там ногами заблокировал своего соперника Пак. Возможно, Валерий, кстати, сам, да. То есть, может быть, даже комфортно снизу здесь работать. Вовтемка, си! Вовтемка, си! Вовтемка, си! Сами давай работать! Вытолкни его ногами! Отолкни его! Отолкни его! Вот, отолкни его! Такие эпизоды, наверное, больше всего на руку, конечно же, наверное, здесь Дмитрий Михайлиевич. Потому что активная работа пока на большом количестве действий сил у него не хватает. А вот так зафиксировать соперника. Пак попытается сейчас встать Валерий. Но это практически удалось. До сетки пытается дойти. Добрался туда. Сейчас снять захват с корпуса, развернуться лицом к сопернику. Это Пак сделал. Колено по корпусу. Ну, а Михаил Лидии, я так понимаю, нацелен на тейкдаун все-таки. Да! Понимаем, что он сейчас попытается заблокировать, потянуть время и попробует перевести на пол своего соперника. Активнее призывает Вячеслав Киселев, рефери этого поединка. Ну, как мы и предполагали, коллега, бой такой очень вязкий, нервный. Из каждого раунда он становится все вязче и вязче, да. Силы все-таки. Докислились спортсмены, конечно же. Но при этом, смотри, никак не может Валерий Пак разорвать этот захват. Тоже устал. Да. Тоже устал. У него был хороший шанс, если бы он был прям свежий-свежий, то начало раунда. Коллега, та физическая сила, даже в состоянии сильного утомления. Дмитрий Михаил Лидий колоссально физически силен. Показывает он это. Активнее, а то подниму стойку. И последние полторы минуты этого поединка мы можем посмотреть в стойке. Так, Пак сейчас сверху. Будет, будет, будет сейчас пытаться, пытаться как-то выудить из этой ситуации какой-то хороший вариант все-таки Пак, потому что у него больше силы. Да. Но Михалити, смотри, продается Дмитрию, да, здесь. Вот тут же Пак встает. Такие удары уже знаешь, и у Валерия потеряли свежесть. Но Пак, смотри, так он начал включился. Правой рукой, левой рукой начал бомбить. Михалити пока просто... Просто терпит, да, зафиксировав здесь захват ноги своего соперника. Они часто... Немножко падала ситуация там. Один уже не может, другого не получается. В итоге, смотри, аккуратнее там долго работать, предупредил Вячеслав Киселев, рефери, что... Все равно, как вцепился в соперника Михаилиди. И... наказывается сверху здесь дмитрий остались ли силы у нас последние секунды поединка и раунда третьего соответственно попытается ли выделен попытается ли выйти на прием соответственно и будет важно на самом деле кому отдали все-таки второй раунд потому что первый и третий мне кажется по понятнее взрывается здесь михайлиди под концовку да сил уже тратить не надо в принципе так неплохой был эпизод для дмитрия ждем решение судей уважаемые дамы и господа давайте поаплодируем бойцам и так в этом бою единогласным решением судей победу одержал валерий по а а а а а а а а Продолжение следует...